Сильно обжаривается, в общем, такое получается жареное мясо, такое оно прямо с кости слазит, мягкое. И картошечка, и свежие овощи, в общем, вот это куирдак. Раз, два, раз! Привет, друзья! Вы на канале... Забыл даже, как канал называется отчасти. Эх, Петербурга! Привет, друзья! Не, нет! Привет, друзья! Вы на канале Алга Петербург. Саша Карельский, Ваня Червинский. Друзья, всем привет! Начало недели, самое время для Super Blitz. За 10 минут мы познакомим вас с самыми интересными новостями, которые нам удалось найти. Итак, назван идеальный завтрак для похудения. Сертифицированный фитнес-тренер Аарон Браун назвал способствующие похудению блюда, на завтрак. Его слова приводят издание Express. Саша, есть у тебя предположение, что там... Только куирдак остается. А на самом деле... Стой, подожди, а я что, потерял? А, нет! Значит, желающим похудеть эксперты советуют плотно и сытно завтракать, чтобы грамотно контролировать аппетит. Он описал три варианта идеального завтрака для снижения веса. В первом случае это молочные продукты, птица, говядина, белая рыба и морепродукты. Пища, богатая нежирным белком, быстрее утоляет голод и предотвращает переедание. А второй вариант полезного завтрака — это яйца, рыба, фрукты, овощи. И третий вариант даже есть — это яйцо с авокадо, жирной рыбой, шпинатом, грибами и овощами. Слушай, это американец? Да. Хорошо живут. А еще знаешь, что я хочу добавить? Он отмечает, что желательно отводить 50% от суточной нормы калорий на завтрак. Это знаешь, как иногда говорят... Половину получается. Да. Это знаешь, как говорят, завтрак съешь сам, обед... Как там? Поделись с другом, а ужин отдай врагу. Вот так. Так что, уважаемый Аарон Браун, мы... А у меня вот такая, Вань, новость. Турецкий музыкальный канал TMB TV проводил опрос голосования в своем Instagram. Суть какая? Нужно было проголосовать за песню. И, разумеется, в этом голосовании победил Димаш Кудайберген. И теперь его песня, песня победителя, будет звучать несколько раз в день в течение недели. И вот есть даже расписание. Меня, прежде всего, интересует московское время, поэтому в 10, в 14, в 17 и в 23.00 возможны варианты услышать именно эту композицию. Получается, надо включить турецкое телевидение, да? А какой канал? Это турецкий музыкальный канал TMB TV. Слушай, какая клевая новость! Мне она очень нравится. Поэтому, друзья, обязательно посмотрите и напишите нам, какая песня победила. Мы проверим вас. А я вот всегда догадывался, что турки, они вот красавчики. А ты знаешь, мне эта новость чем порадовала? Что вот мы все переживали о том, что вот как же так в России ни по телевидению, ни по радио, вот нет такой активности Димаша, да? Почему? Потому что, ну как-то вот наши почему-то не считают нужным показывать такого артиста. А наши сейчас все ломанулись в Турцию. И все равно, и все равно они его увидят. Да. А ты знаешь, я был один раз в Турции, там круто. Там тоже море есть. И вот там как раз турецкий, вот этот шведский стол как раз вот очень хорошо сейчас подходит под твою диету. Да, возможно. Мужчина спас тонущего медведя. Ух ты! Значит, суть в чем, медведь зашел в город по лакомице. Сейчас же известный случай, что животные выходят в город. И в общем, медведь зашел в город, и его полицейские решили спасти. Значит, ну обычно как происходит, они обычно его снотворное выстреливают снотворным и перевозят вот, ну возвращают домой. В принципе, стандартная ситуация. В общем, но в этот раз все пошло не так, потому что полицейские выстрелили, попали снотворным, и медведь начал убегать. Начал убегать, забежал в воду, и там начал засыпать. Забыл, что в него попали снотворным, в общем. И в чем суть? Полицейские спасатели, они не знали, что делать. Но обычный мужичок, который отдыхал там на пляже, он пошел, взял медведя и вытащил. И к счастью, вот в то время медведь уже засыпал и как бы не сопротивлялся. И когда мужчина вот вынес этого медведя, спасатели были немножко в шоке. Мне похоже, что это мужичок был, Дуэйн Скала Джонсон. Потому что вытащить медведя, это конечно... Ну, судя по фото, вы просто обычный паренек. Обычно наши в Сибири. Слушай, да, классная новость. Вот, что значит самоотверженность. Американский шоу-рокер Брайан Уорнер, известный всем как Мерлин Мэнсон, основатель и бессмертный лидер с 1989 года, одноименной рок-группы, выпустил новый альбом. Первый за три года. Что-то рокеры активизировались, да? Да, ты знаешь, у них видимо творческий потенциал в гору пошел. Получается, что рокеры, они как Пушкин, да? Осень любят. Осенняя пора, вот, и сразу новый альбом. Кстати, а ты вообще слушал Мерлина Мэнсона-то? Ну, конечно, я, можно сказать, вырос на его песнях. Ребята, напишите, пожалуйста, нам в комментариях вашу любимую песню. Потому что я очень много слышал об этом артисте, сто процентов слушал, но вот как-то даже название. Ну, у него вот в таком жанре работает необычным как бы, он работает на контрастах. Вот, то есть, как бы все люди, если вот такие добрые, культурные, вот как мы, а для молодого поколения, который вот такой революционный дух, которому хочется выделиться, вот им наверняка нравится Мерлин Мэнсон. Но я знаю точно вот одно, что... Это наш Моргенштерн, получается? Да, что вот это, можно сказать, одна из версий Моргенштерна. Ясно, вот мы и познакомились с аналогом. Наоборот, Мерлин Мэнсон же первый был. Я бы сейчас такое слушать не стал. Значит, между делом, Forbes опубликовали рейтинг самых богатых блогеров по версии Forbes. Это очень интересно. Саш, тебя там нету? Я догадался сразу. Ты все хвастаешься, что у нас миллионы просмотров, но тебя там нету. Тоже там. Из тех, кто есть на первых местах, это Ида Галич, Полина Гагарина и Ксения Собчак. Да ладно? Да. Еще есть Оля Бузова, Игорь Крит. Я тоже не понял, почему такой рейтинг составил Forbes. Есть вопросы, в общем, к этому изданию. Слушай, да. А хотя ты знаешь про многих из кого-то сказал, что они действительно блогеры, в первую очередь, а уже потом певицы. Вот. Итак, у меня, Вань, скандальная новость. Ты знаешь, что сын Виктора Цоя поставил ультиматум фильму Алексея Учителя про своего отца Цоя. И вот сейчас действительно разгорелся очень большой скандал. Премьера должна была состояться 3 сентября, но до сих пор картина не вышла. И основная претензия в том, что история, которую снял Алексей Учитель, полностью выдумана. И там главным героем становится не его отец Виктор Цой, а водитель автобуса, в который врезался автомобиль Виктора Цоя. И он по сюжету везет всю семью из Риги в Москву на похороны. Представляешь? Слушай, интересный взгляд. Только фильм мы не видели, поэтому не знаю. Не знаю, чем эта история закончится. Может быть, это такой вариант промоушена? Ну, вот как раз основная претензия в том, что хотят якобы хайпануть на имени Цоя. Потому что история полностью как бы выдумана. И вот тут вот сложно принять какую-то сторону. Поэтому, друзья, напишите, вы считаете ли вы такие художественные, вымышленные фильмы, пригодные об артисте, который действительно был легендой и остается легендой по сегодняшний день? У нас, к слову, есть об этом тоже сюжет. Обязательно посмотрите его по этой ссылке. Нам очень интересно будет ваше мнение почитать, как вы относитесь к этой ситуации. Ну что, на этом, друзья, наверное, все. У нас впереди очень интересная неделя. Готовим много для вас больших сюрпризов и маленьких тоже на наших каналах Алга Петербург, Эхо Питера. Подписывайтесь, если еще не подписаны, включайте уведомления, потому что я знаю, что не всем из вас приходят уведомления. И не забывайте о том, что можно почитать интересные колонки на нашей страничке Яндекс.Дзен. Ну и смотрите фильмы, слушайте хорошую музыку и до встречи в наших следующих сюжетах. Пока!